Сегодня за утренним кофе соизмерил взаимоотношения, гармонию контактов между умом и талантом. Может ли быть талантливый человек глупым? Или обязательно ли умный человек талантлив? Наверное, чёткой такой железобетонной привязки не существует. Но одно могу... Вот с определённой уверенностью пришёл к такому выводу. Но всё-таки, всё-таки, талантливый человек умён изначально. Дурак талантливым не может быть. Талант — это производная ума. Это такое экстрапорированное в некую концентрацию способностей в какой-то отдельной сфере, в каком-то сегменте свойства ума. Если нет ума, то таланта быть не может быть. Первичен талант, вернее, ум вторичен талант. Талант, производная от ума — это его апогей, высшая точка экстрема. Человек, не обладающий умственным развитием достаточным, не может быть талантливым абсолютно. Даже в прикладных занятиях. Ведь одно дело — писать музыку, быть гениальным математиком или литератором-писателем. И другое дело — видеть и переносить это на холст, быть художником. Тем не менее, ум здесь необходим. С другой стороны, что такое гениальность? А вот гениальность и талант имеют самое... Есть такое расхожее понятие, что такой концентрированный талант в какой-то очень узкой сфере, специализированный талант, ну, сжатый до невозможности, концентрированный такой вот... Есть гениальность? Нет. Гениальность — это психосоматическая, так скажем, это психическая аномалия. Это патология таланта, которая актуализирует его в какой-то, ну, очень узкой сфере, в узком сегменте творчества. Вот что такое гениальность. Гений — это талант, который нездоров. Психически нездоров, прежде всего. Вот такие вот... Хорошо быть гением. Ну, для продолжения своей жизни виртуальной в истории после смерти, наверное, хорошо в жизни, так как это все-таки патология, наверное, не совсем комфортно чувствовать себя гений, а зачастую, наверное, большая часть гениев — это люди глубоко несчастные. Несчастные внутренне, психологически, интеллектуально, эмоционально, чувственно, но и несчастные в объективном смысле этого слова. Это люди несчастной судьбой, с неустроенной жизнью, с тяжелым бытом и с печальным концом. Боже упаси, родиться гением на Руси. Классическая фраза. Боже упаси, родиться гением на Руси. Талант там еще куда не шла. Реализовать очень трудно здесь же, на Руси. А гением — это смертельный приговор. Смертный приговор. А может, даже правильно будет именно смертельный. Смертельный выбор жребий. Нет ни фартовости, ни счастья. Наказание Божие. Руси. Руси. Продолжение следует...